Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! 888 дней длится суд против Ripple, но сегодня я нашел несколько намеков на то, что возможно он уже закончен, просто большинство людей об этом не знают и находятся в ожидании судьбоносного решения. Но прежде чем мы начнем, я хочу предупредить, что вся информация в этом видео не является финансовым советом, а представлена только в качестве ознакомления. Послушай отрывок, где генеральный директор Ripple, Брэд Гарлинхаус, говорит о состоянии дел в конце мая 2023 года. Я чувствую уверенность, что это дело закончится в этом году. Я думаю, что решение суда будет в течение следующих недель, а не месяцев. На прошлой неделе уже были некоторые решения со стороны судьи, негативные для СЕК. Например, судья пересекла попытку СЕК засекретить информацию экс-председателя СЕК Билла Хинмана о том, почему эфириум не является ценной бумагой. Суд постановил публикацию этих документов на 13 июня. Это большая победа для прозрачности дела. Но у нас до сих пор нет регулятивной ясности, несмотря на призывы и обращения лидеров индустрии. Ripple решил биться и бороться за всю индустрию, а не только за себя. Мы потратили кучу денег на защиту криптовалюты в США. Мы уже разоблачили правительство и СЕК в том, что они ставят свою политику выше умного развития страны. Из-за этого предприниматели бегут за границу. А такие компании, как Ripple, теперь нанимают по большей части иностранцев. Большинство наших клиентов также не из Америки. Да, на прошлой неделе судья встала на сторону Ripple в деле против СЕК. И уже в июне могут быть опубликованы документы, которые резко поменяют ход вещей в судебном процессе. Но я хочу уточнить. СЕК очень не хочет публикации этих документов. Ведь в них есть информация не только о том, что суд против Ripple безоснователен, но и о коррупции в самой СЕК. Поэтому они всеми силами пытаются хотя бы отсрочить момент X. Так, офис СЕК пишет, что компания, которая должна им ответить на запрос о документах, требует времени до 30 июня, а не до 13 июня. В любом случае, этот июнь может стать завершающим месяцем для легендарной схватки регулятора и криптоиндустрии в США. Адвокат Джереми Хоган, который является прокриптовалютным и выступает за Ripple, написал, Судья по делу Ripple выносил важные решения примерно каждые 9 недель – 29 сентября, 6 марта и 16 мая. Единственное важное решение, которое осталось – это итоговое судебное решение приблизительно к середине июля. Это не предсказание, а просто предположение. И адвокаты, и генеральный директор Ripple намекают на то, что суд фактически подходит к завершению и остается всего лишь дождаться объявления об этом. Ранее, как ты помнишь, Ripple купил компанию Metaco и объявил о создании платформы CVCB для центральных банков по всему миру. Ты прекрасно об этом помнишь. Смотри, как эту сделку поприветствовала биржа Nasdaq. Nasdaq поздравляет Ripple с приобретением Metaco. Digital Asset Investor комментирует эту публикацию следующим образом. Он пишет, что это намекает нам на то, что судебное дело закончено. Кто-то говорит, что это фотошоп, но посмотри на это. Это официальный твиттер Брэда Гарлинхауса, генерального директора Ripple. И если мы зайдем во вкладку «Нравится», мы можем увидеть, что он поставил лайк под этот твит. Это значит, что Брэд Гарлинхаус тоже знает кое-что. Например, о том, что дело Ripple завершено, что судебный процесс окончен. Но вот что еще интересно, Брэд родился в штате Канзас. А там существует баскетбольная команда «Канзас Джей Хокс», в которой играет Хантер Диккенсон. У себя в твиттере Хантер написал следующее 24 мая 2023 года. Он написал «Итс Маклавин», имея в виду того самого персонажа из фильма «Перцы». Как ты видишь, он написал это, используя игру слов «Итс Оуэ». Это финал. И знаешь что? Брэд Гарлинхаус тоже лайкнул этот твит. Прямо перед тем, как лайкнуть вот этот твит. И в обеих публикациях речь идет о том, что дело Ripple завершено. Генеральный директор Ripple наверняка не глупый человек и делает это не зря. Мне кажется, что суд действительно заканчивается. Нам просто об этом не объявили. Кстати говоря, в 2023 году выходит анимационный мультфильм от Диснея под названием «Элементал», в котором есть два очень интересных персонажа. Например, элементаль огня, которого зовут Эмбер Люмин, и элементаль воды, которого зовут Вэй Триппл. Этот фильм выходит 16 июня 2023 года. Хмм, Эмбер Люмин и Брук Риппл. Стеллар Люмин и Риппл XRP? И наконец по сети гуляет очень странное видео, где Google Ассистент отвечает на вопрос, какой будет цена XRP после 13 июня 2023 года. Послушай. Окей, Google, цена XRP. Как ты знаешь, цена XRP не будет доступна после 13 июня, но на данный момент он стоит 46 центов. Окей, Google. XRP прайс. Просто так, что ты знаешь, XRP прайс не будет доступен в начале 13 июня 2023 года. Цена XRP – 46 евро. Итого, Брэд Гарлинхаус уверен, что финал будет в ближайшие недели. Документы Хинмана выходят в июне 2023 года. Брэд лайкает твиты, намекающие на то, что судебный процесс завершен. Дисней 16 июня выпускает мультфильм «Элементал» с персонажами огня и воды по имени Эмбер Люмен и Брук Риппл. И, наконец, появляется видео с Google Ассистент, который говорит, что прогноз цены XRP недоступен после 13 июня. И на этом фоне Риппл приобретает Митака. Насдак поздравляет Риппл. Цена XRP растет. Торговая активность в сети XRP на рекордном уровне. И, наконец, партнер Риппл, компания Трангла, сотрудничает с САИ Ансари Икшенч, крупнейшей в Объединенных Арабских Эмиратах системой денежных переводов за границу. И Риппл запускает платформу для ЦВЦБ. Происходит что-то очень интересное. И, возможно, все ответы на вопросы мы узнаем уже 13 июня, спустя две недели. В любом случае, все происходящие события не говорят нам о том, что Риппл похожа на компанию, которая только что проиграла суд и вот-вот исчезнет. Однако, это не финансовый совет, это просто интереснейшее расследование. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова